МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы являетесь представителем Ассоциации Советов Многоквартирных Домов. Расскажите, что это за ассоциация, когда она была создана, и в чем ее задача? Наша ассоциация была создана уже три года назад. Мы наработали уже довольно много материала, потому что проблем в сфере ЖКХ очень много. И не в каждом доме есть председатели Советов Многоквартирных Домов. Что удручает. А вот где они есть, они к нам приходят. К нам приходят, мы проводим консультации. И вот самый последний случай был. Пришли четыре человека, и четыре человека заняли четыре часа. То есть по часу на одного человека у нас ушло, потому что вопросов очень много. Люди не совсем хорошо знают жилищный кодекс. И мы своей работой разъясняем им, где, что и как правильно можно сделать. То есть основная сдача это консультативная? Безусловно, да. Мы как общественная организация можем только консультации давать. Мы не имеем права обращаться в какие-либо органы. Мы не имеем права в суд обращаться. Это может сделать только собственник жилья. Поэтому, да, мы консультируем. Вот вы сказали, что ассоциация работает уже три года. По вашему мнению, какой самый главный результат работы за этот период? Ну, когда мы начинали, самое главное и самое большое течение было по квитанциям, по начислениям. Особенно за горячее водоснабжение и отопление. Люди приходили, и мы тщательно разбирались с квитанциями и объясняли, где, что и как правильно считать. На сегодняшний момент очень много к нам приходит с вопросами по капитальному ремонту. Очень много приходит с общим имуществом дома. Очень много вопросов по придомовой территории. То есть, гораздо обширнее стали вопросы. Ну, и квитанции, конечно, они никуда не ушли. Просто вопросов стало поменьше. Может, благодаря тому, что все-таки появился расчетный центр Урала, и очень много вопросов взяли на себя. То есть, но все равно приходят. У вас проблема остается, которую нужно решить. Конечно. Дело в том, что проблем в ЖКХ очень много. И я так думаю, что мы будем работать и дальше в этом направлении. В конце апреля в тагильских домах начался капитальный ремонт. Подрядчики уже зашли, уже ведутся работы. Вот расскажите, как будет строиться общественный контроль за проведением капитального ремонта в нашем городе? Ну, я начну с того, что, значит, уже прошли собрания в каждом районе. Мы там присутствовали. Значит, присутствовали председатели Советов многоквартирных домов, ремонтируемых. Значит, безусловно, там были представители администрации города, были подрядчики, которые занимаются ремонтом этих домов. Ну, и мы были. И сразу решали все вопросы. То есть на сегодняшний момент в городе Нижнем Тагиле должно быть отремонтировано 78 домов. У нас зашли два подрядчика на ремонт этих домов. Значит, стройкомплекс, который ремонтировал в прошлом году, отремонтировал он очень хорошо. И никаких вопросов... Вот даже если возникали какие-то вопросы у председателей Советов многоквартирных домов, они их решали. Именно с подрядчиками. Подрядчики идут навстречу. И если какие-то есть замечания, они их исправляют. Но, вы знаете, я бы еще хотела вернуться к нашей ассоциации. Потому что, значит, на сегодняшний момент мы ушли на каникулы, вот. И поэтому оставили дежурных. И я хотела бы сейчас просто продиктовать номера телефонов. И если кто-то заинтересован, если кому-то нужна какая-то консультация, вы запишите, пожалуйста, номера этих телефонов и звоните. Значит, телефоны вот какие. 8-903-087-34-25. Валентина Николаевна. Следующий телефон. 8-922-611-60-64. Валентина Дмитриевна. По вагонке у нас там работает Валентина Яковлевна. Значит, телефон 8-908-918-93-63. Просьба звонить в понедельник с 14 до 17 часов. Потому что у нас уже женщины в возрасте, все садоводы, огородники, вот уехали за город. Но консультации, конечно, мы будем проводить. Проблем, я еще раз говорю, очень много. Вот, вернемся к теме, позвольте. Можно еще? Значит, я напоминаю, где мы проводим консультации обычно. Значит, мы проводим по двум адресам. Первый – это улица Карла Маркса, дом 65. Это центр общественных инициатив. Цокольное здание. Значит, мы, когда начинаем работать, размещаем обязательно информацию в тагильском рабочем. Ну, и люди знают, что мы работаем по средам с 13 до 16 часов. И второй пункт – это на вагонке. Вагонка тоже уже знает, что мы ведем прием. Очень многие приходят. Значит, это администрация Дзержинского района. Это Окунево, 22. Там мы дежурим по понедельникам с 14 до 17 часов. Вот я думаю, как раз от основного пласта вопроса по капитальному ремонту будет такой. Какими полномочиями наделены жители в плане общественного контроля за проведением ремонта в их доме? Вот можете рассказать, что жители могут потребовать, да, как могут проконтролировать ход капитального ремонта в своем доме? Ну, об этом мы тоже говорили на собраниях с жителями. Значит, самое первое, что жители получают, они получают смету. В смете обязательно нужно посмотреть объемы выполненных работ. Значит, непосредственно именование работ. Что конкретно делается на вашем доме? Если что-то упустили, ну, всяко бывает, значит, что-то не досмотрели, не те объемы поставили, сразу обращаемся к подрядчику. Подрядчики идут навстречу, абсолютно все. Вносят изменения обязательно в смету, значит, по объемам и по деньгам, что особо важно. Значит, по деньгам вопрос решается с нашим региональным оператором. То есть все прекрасно знают, что у нас в городе есть филиал. Я сейчас скажу, как туда позвонить. Значит, возглавляет этот филиал Большинин Владимир Викторович. Расположен этот филиал по улице Карла Маркса, дом 49Б на первом этаже. И телефоны, ну, кто хочет, может тоже записать. Значит, Тагильский 231-179. Владимир Викторович, он специалист своего дела, поэтому по деньгам он тоже вопросы решает. А вот что делать, если жители недовольны качеством проводимых работ в их доме? То есть они что-то увидели, что-то им не нравится. Куда им обращаться? К подрядчику. Обращаемся к подрядчику. Четко говорим, вот здесь вы сделали не так, как надо. Пожалуйста, переделывайте. Дело в том, что подрядчик заинтересован в хорошем качестве выполнения работ, потому что в течение пяти лет он гарантии дает на выполненные работы. И если что-то где-то отвалится, или что-то протекать начнет, или еще что-то сделает не так, то он это совершенно бесплатно обязан переделать. Поэтому, значит, обращаются с вопросами к подрядчику, подрядчик все это переделывает. Ну вот, к сожалению, у нас был неудачный такой негативный опыт в прошлом году, когда подрядчик не совсем качественно выполняет свои работы. Вот как-то есть инструмент воздействия на такие компании, которые недобросовестно подходят к капитальному ремонту? Вот в этом году у нас недобросовестных подрядчиков нет. В этом году конкурс проводился более тщательно. В прошлом году приходили свердловчане к нам, и свердловчане, они все-таки находились далеко, и у них не было опыта ремонта именно многоквартирных домов, поэтому им было очень сложно. Сегодня у нас оба подрядчика работу свою знают, делают ее качественно, поэтому нареканий нет. Мы, как общественная организация, принимали участие в приемке работ. Значит, смотрели абсолютно все, и крыши, и подвалы. Ну все, что подлежало ремонту в каждом доме, мы ходили, смотрели. И были совершенно маленькие замечания, которые тут же устранялись. А на многих домах замечаний не было вообще, потому что сделали хорошо. Потому что жители, вот особенно мне хочется сказать, жители должны за всем смотреть. Они ведь здесь живут, их не выселяют, они прекрасно видят, что и как делает подрядчик. И если что-то их не устраивает, обращаться нужно сразу, чтобы здесь же внесли какие-то изменения в ход ремонтных работ. А вот непосредственно в ход работы могут жители вмешиваться, допустим, что-то уносить, ломать, строить самим? Или все-таки не стоит лучше так делать? Ну, конечно, не стоит, потому что, во-первых, нужно техническое строительное образование, а потом люди, которые имеют это образование, они гораздо лучше видят и знают, что и как надо делать. Но единственное, значит, на собраниях, когда мы были, возникал вопрос практически везде, в каждом районе, по трубам, потому что, значит, предусмотрены в сметах и предусмотрены во всех нормативных документах стояки железные, горячего, холодного водоснабжения. Вот. А люди привыкли к полиэтиленовым уже трубам, поэтому мы здесь четко объясняем. Извините, здесь мы ничего поделать не можем. Есть нормативные документы, по которым четко предусмотрены только железные трубы. Спасибо вам большое. Мы прервемся на пару минут рекламного блока. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, и мы ждем ваших звонков. Увидимся через пару минут. Программа «Собственные персоны» продолжается. Напоминаю, гость нашей студии, представитель Совета Ассоциации, председатель Советов многоквартирных домов Надежда Цикина. К нам поступил вопрос от телезрителя. Ян Дмитриевич спрашивает. Были старые счетчики водоснабжения, никто не предупредил, что их нужно менять, считали по полной. Кто виноват и кто должен отвечать? Значит, уважаемые собственники, вы, безусловно, должны смотреть за приборами учета сами. Будь то это прибор учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, вы четко должны смотреть. Причем должны смотреть на прибор учета не с момента установки, а с момента поверки. Потому что бывает так, что счетчики ставят гораздо позднее, а поверка была проведена раньше. Поэтому вы берете паспорт, обязательно технический, прибор учета, и смотрите, когда была проведена поверка. Значит, по холодному водоснабжению 4 года, он может действовать по горячему в основном 6 лет. Но смотрите по паспорту. То есть здесь только вы сами. Сейчас вы должны обратиться в управляющую компанию, либо поверить счетчик. Поверкой занимается у нас специальная организация, расположена она по улице Пархоменко, дом 112. Ну и потом пломбировка в управляющей компании. Еще один вопрос от того же телезрителя. Электроэнергия. Второй тариф не работает. Счетчику всего 4 года. Все считается по первому тарифу. Кто должен этим заниматься и следить за состоянием счетчика? Значит, опять же, собственник жилья. Если у вас что-то делается неправильно, приходите в управляющую компанию и говорите, что счетчик барахлит, не работает. Придет электрик, посмотрит. Если счетчик вышел из строя, значит, надо ставить новый. Если что-то можно там починить, то опять же решают специалисты. Но смотрят всегда собственники жилья за приборами учета. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И вы можете присоединиться к нашей беседе. Наши телефоны продолжают принимать ваши звонки. Вот вернемся к теме капитального ремонта. В этом году изменился акт приемки дома, который прошел капитальный ремонт. Вот можешь рассказать, в чем изменения состоят? Давайте я сначала начну с перечня работ. Перечень работ тоже изменился, он дополнился. Если раньше перечень работ включал в себя только 4 момента, то сейчас это уже у нас гораздо больше. Я просто вот зачитаю. То есть перечень услуг и работ по капитальному ремонту. Какие же это работы? Первое – это ремонт внутридомовых инженерных систем, то есть теплоэлектрогазоснабжения, абсолютно все. Второе – ремонт или замена лифтового оборудования. Третье – ремонт крыши. Это то, что было. Четвертое – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Пятое – ремонт фасада. Шестое – ремонт фундамента многоквартирного дома. Седьмое – утепление фасада. Этого вообще не было, абсолютно новое. Восьмое – переустройство невентилируемой крыши. Навентилируемую крышу и устройство выходов на кровлю. Тоже дополнили. Девятое – усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. Об этом мы много говорили. Старые дома, все сгнило, поэтому хорошо, что дополнили. И десятое – усиление ограждающих, несущих конструкций многоквартирного дома. Вот такие вот дополнения у нас произошли. Еще хотела бы сказать по ставкам. Значит, ставки у нас с 1 января 2015 года были 8 рублей 20 копеек. С 1 января 2016 года – 8 рублей 52 копейки, чтобы жители это тоже знали и смотрели, как считается у них это все. А вот акт, как изменился акт приемки? Так. Тот документ, который, получается, завершает сам капитальный ремонт. Значит, акт приемки по капитальному ремонту, он не изменился. То есть он как был, так он и существует. То есть акт приемки по капитальному ремонту, вот все закончили, все сделали, акт составили подрядчики. Значит, и жители внимательно смотрят. И мы тоже приходим и смотрим вместе с администрацией города, что сделано, как сделано. Значит, акт подписывается и подрядчиками, и представителями дома обязательно, представителями администрации. Ну, мы, поскольку общественная организация, то мы этот акт не подписываем, но мы принимаем активное участие в приемке дома. А вот очень изменился акт по оказанию услуг, по содержанию текущему ремонту. Вот там акт новый. Значит, это приказ от 26 октября 2015 года, номер 761 ПР. Значит, можете посмотреть на сайте, там сам акт приведен, как, что делается. Ну, можно скачать и разобраться с этим. Вот вы затронули тот факт, что администрация города принимает активное участие в контроле за капитальным ремонтом. А вот как вы взаимодействуете с администрацией города вот в этом ключе? То есть, вот ваше взаимодействие как общественной организации и властной структуры? Ну, мы взаимодействуем очень позитивно и, я бы сказала, результативно. Потому что с Копусовым Егором Владимировичем мы работаем очень хорошо. Если есть какие-то вопросы, значит, они к нам обращаются. В прошлом году, я еще раз говорю, что капитальный ремонт, когда был выполнен на домах, мы обязательно ходили и все смотрели. Смотрели все подвалы, чердаки, коммуникации, абсолютно все. То есть, какие-то небольшие замечания у нас были, значит, они сразу устранялись. То есть, мы с городской администрацией работаем результативно. Вот к нам поступил вопрос от Татьяны Анатольевны. Третий месяц приходят двойные квитанции о управлении расчетным центром Урала. Куда платить? Вот поскольку тема двойных квитанций уже и в ассоциации, вы как член общественной палаты города эту тему не раз поднимали. Что за ситуация с управлением расчетным центром Урала? Можете рассказать? Ой, конечно, могу рассказать. Значит, началось все с того, что к нам начали люди приходить на прием и спрашивать, что такое, почему двойные квитанции. Значит, если приходят двойные квитанции, за ними обязательно стоят какие-то махинации. Поэтому мы, вот, и от имени ассоциации, и я как член общественной палаты, я возглавляю комиссию по вопросам местного самоуправления, жилищной политики и проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Мы сделали запросы в организации, с которыми ООО-управление должны были заключить договора. Значит, запросы мы отправили. Это МОП НТТС, это ООО «Тагилтеплосбыт», это ООО «Расчетный центр Урала» и «Тагилэнерго». И получили оттуда ответы. Ответы несколько шокировали, потому что оказалось, что СМОП НТТС договор не заключен, управляющий компанией управления. Значит, «Тагилэнерго» тоже договор не заключен. С «Тагилтеплосбытом» договор был заключен с 1 октября 2014 года, даже номер скажу, номер 1160 ТТС-ТС-14, значит, по 31 марта 2016 года. А потом договор был расторгнут в одностороннем порядке с 1 апреля 2016 года, потому что, значит, ООО «Управление» деньги теплоснабжающей организации не перечисляло. И долг образовался в размере 13 365 203 рублей. То есть значительный долг, поэтому они приняли решение, значит, инициировать выставление платежных документов и самим собирать денежные средства. А по МОП НТТС, поскольку договор не заключен, то мы в расчетный центр Урала обратились. Думаю, может, как-то там, может быть, они перечисляют эти деньги. Нет ничего подобного. Значит, там заключен договор у них со 2 апреля 2015 года по начислению денежных средств за услуги ЖКХ за исключением услуг отопления и горячего водоснабжения. То есть получается, что на сегодняшний момент деньги, это управляющая компания ООО «Управление», ресурсоснабжающим организациям не перечисляет. То есть эти деньги осели где-то на ее счетах. Поэтому платить нужно однозначно по квитанциям расчетного центра Урал. Потому что расчетный центр Урал перечисляет деньги плательщиков теплоснабжающим организациям. То есть это первый такой прецедент за последнее время? Это первый такой прецедент. Значит, и мы, конечно, немножко шокированы, потому что размах довольно большой. Получается так, что если, допустим, даже председатель Советов многоквартирных домов вывешивают какие-то свои объявления о том, что платить нужно по квитанциям расчетного центра Урал, тут же приходят деятели с управляющей компанией управления, все это убирают, вешают в свои листовки, в которых четко призывают платить только РИПу, то есть расчетам и платежам деньги. Еще раз говорю, что РИП никакие договора с теплоснабжающими организациями не заключил. То есть эти деньги им не попадают. Жители в этой ситуации попадают в просак. Но платить нужно в расчетный центр Урал, поскольку только у них есть договор. Совершенно верно. И особо хочется отметить, ведь есть льготники, и на сегодняшний момент может получиться так, что льготники, они заплатили в РИП, а потом, значит, теплоснабжающие организации скажут, извините, у нас проплат нет, эти деньги нам не поступали, мы счета фактуры выставляем, а денег нет. И льготники могут просто льготы не получить. А в целом, в дальнейшем как планируете решать эту ситуацию? То есть какой-то план на перспективу есть, чтобы не приходили эти двойные квитанции? Ну, дело-то в том, что ООО управление преследует свои цели, и здесь нужно ухо востро держать собственникам жилья. Значит, платить четко только по квитанциям расчетного центра Урал. Я бы так советовала, потому что еще раз говорю, вот мы получили эти документы, и на основании этих документов сделали такие выводы. И документы от общественной палаты мы отправили в правоохранительные органы, чтобы они разобрались уже с этими моментами. Ну, то есть в случае, если житель сомневается, может прийти к вам в ассоциацию и обратиться как к члену общественной палаты для разъяснения? Безусловно, может. Тем более, что телефоны я продиктовала. Можно звонить, можно консультироваться. Спасибо вам большое за беседу, за то, что пришли к нам в студию. Вам остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok